В эфире вечерний выпуск новостей на канале 12 в студии Вера Кучеренко. Здравствуйте и коротко о главном. Выпускников автошкол, работавших без лицензии, ждут проблемы. Без водительских удостоверений могут остаться тысячи человек. Как защитить свои права в данной ситуации, выясняла Татьяна Жданова. Новый детский сад появится в здании бывшего тифлоцентра. Уже в 2016 году он примет 240 детишек из нескольких районов города. Масштабные ремонтные работы развернулись во всем здании. На месте строительства побывала Анастасия Хаткова. Контактный зоопарк переходит на зимнее положение. Животные перебрались из открытых вольеров в утепленная хлева. В зиму из зверей побывали и журналисты канала 12. Нет лицензии, нет прав. У российских автомобилистов начали отбирать водительские удостоверения за то, что они закончили нелегальные автошколы. Так, в Краснодарском крае прав лишили 10 водителей-новичков. А в Вологде директору автошколы грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество. Он, не имея лицензии, набрал учеников, а деньги, полученные за обучение, полмиллиона рублей потратил на собственные нужды. Сейчас по решению суда отозвать лицензии могут почти у трех тысяч учреждений страны. А это сотни тысяч обманутых кандидатов-водителей. Окажется ли в Вологжане, в зоне риска выясняла Татьяна Жданова. Оказаться на месте краснодарских водителей может каждый. Люди платят деньги за обучение, проходят медкомиссию, получают допуск к экзамену, стараются его сдать. И все это за немалые деньги. Однако, есть ли у автошколы право на обучение? Этим вопросом начинающие водители не задаются. Прежде чем заключить договор с автошколой, кандидат-водитель должен лично проверить все документы, лицензию и заключение ГИБДД. В будущем, в случае мошенничества автошколы, это вам сыграет только на руку. Если в договоре было указано, что на период обучения лицензия имелась, а в момент сдачи экзамена документ оказался недействительным, вы можете обратиться в суд и вернуть потраченные средства. На Вологодчине такого быть не может, с уверенностью сегодня говорят полицейские. В прошлом году процесс лицензирования ужесточился. Теперь, чтобы получить необходимые документы, автошкола должна иметь определенную материально-техническую базу. Это и квалифицированные специалисты, оборудованные классы и площадка. Этого требует новое законодательство. Кроме того, на каждую автошколу заведено контрольно-наблюдательное дело. Если лицензия на право обучения заканчивается, то сотрудники полиции об этом заранее уведомляют руководство учреждения, заверяют в ГИБДД. Если у нас какая-то информация появится по незаконному обучению, мы в любом случае направляем уведомления в департамент образования в город Вологду, в управление ГИБДД, потому что уже лицензия закончилась, ну и сведения по картуру поступят. Так, по факту мошенничества на директора Вологодской автошколы завели уголовное дело. Вологжанин набрал учеников, которые заплатили за обучение порядка 500 тысяч рублей. Эти деньги мужчина потратил на собственные нужды. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. В прошлом году в Череповце было 32 автошколы. На данный момент новым требованиям соответствуют 23 учреждения. По словам специалистов, новое законодательство не только дисциплинировало руководителей автошкол, но и положительно сказалось на подготовке водителей. Об этом говорит и статистика. Количество ДТП с участием новичков по сравнению с прошлым годом снизилось. С новой методикой, которая 5 ноября в силу вступила, у нас качество подготовки улучшилось. То есть часов больше практики стало. Сложно выдержать на экзамене 25 минут средние. А так они сдают лучше. С первого раза практически второго. Но на этом российские парламентарии не останавливаются. Сейчас разрабатывается комплекс ограничений для начинающих водителей. Новичкам могут запретить управлять машиной мощностью 100 лошадиных сил, ездить быстрее 70 км в час, перевозить на машине тяжелые грузы и буксировать другие транспортные средства. По мнению специалистов, это может повысить уровень безопасности на дорогах страны. Татьяна Жданова, Егор Плюслин, Новости. Уложился в срок, получил скидку. С 1 января 2016 года водители, которые погасят штраф в течение 20 дней, имеют право заплатить всего лишь половину суммы. Однако, как пояснили в ГИБДД, получить 50-процентную скидку смогут не все. Платить штрафы за грубые нарушения водители будут по-прежнему в полном объеме. Это касается, к примеру, выезда на встречную полосу движения, вхождения в нетрезвом виде, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. При оплате гражданином административного штрафа, наложенного в отношении него, в течение 20 дней, с 1 января 2016 года, гражданин имеет право оплатить только половину наложенного штрафа. Однако, это касается не всех статьй административного кодекса. В случае предоставления рассрочки административным органам, то есть ГИБДД города Череповца, либо судьей, гражданин должен будет оплатить штраф, назначенный ему в полном объеме. В этом случае требования статьи 32.2 на ней распространяются. Новая жизнь старого сада. Дошкольное учреждение в индустриальном районе города примет маленьких воспитанников уже в 2016 году. Разместится детсад в здании бывшего Тифлоцентра по адресу Ленина 147. Там уже полным ходом идут ремонтные работы. На месте будущего садика побывала и наша съемочная группа. Снимают старый линолеум, сносят перегородки, выносят двери. Работа кипит каждый день. Ведь уже к Новому году вместо кучи кирпичей и строительного мусора здесь должны появиться комфортные и красивые комнаты для маленьких череповчан. Раньше здесь располагался Тифлоцентр – детский сад-школа для слабовидящих детей, который сейчас переехал на Вологодскую. В классах еще можно увидеть оставленные бывшими хозяевами парты и учебники. Теперь здание придется изменить. По плану второй этаж масштабных работ не предусматривает. Там проведут только косметический ремонт. А вот первый этаж строители полностью перестроят. Будет полноценная раздевалка, полноценная группа и полноценная спальня, которые изначально были разделены. Также производится ремонт туалетов. Ну, соответственно, полностью вот этих. А та часть, там другие подрядчики, и вот это на две части разделено. Контракты на реконструкцию садика были заключены сразу с несколькими фирмами. Строительство ведется за счет федерального и городского бюджета. Всего ремонт обойдется в 23 миллиона рублей. Сюда входят не только перестройки внутри здания. Настилы линолеума, установка раковин для малышей, унитазов, кабинок, освещение, электромонтажные работы, сантехнические. Конечно, покраска классов, шпаклевка, штукатурка, потолки также. Благоустройство территорий также заложено в смету. Новые игровые площадки, аккуратные дорожки, веранды. В планах привести в порядок пять уже имеющихся площадок и отстроить шесть новых. Новый детский сад планирует принять 240 ребятишек. Список новых обитателей уже сформирован. К детскому саду прикреплены не только жители индустриального. В первую очередь предпочтение по очереди тем детям, кто распределен должен быть в Зашиксинском микрорайоне, но нет возможности, потому что нет дополнительных мест. То есть это здание как раз и нацелено на то, чтобы дать дополнительные места для дошкольников Зашиксинского микрорайона. Первые группы откроются уже в начале нового года. Заниматься с детьми будут не только новые воспитатели, но и бывшие работники Тефлоцентра, которые не захотели расстаться с прежним местом работы. Поэтому новый детский сад встретит юных череповчан во всеоружии. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости. Дополнительные средства на выплаты многодетным семьям получит Вологодчин. Об этом сегодня сообщили в региональном правительстве. 820 миллионов рублей выделят 53-м субъектам РФ. Распоряжение подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев. Деньги направят на выплаты семьям по рождению третьего и последующих детей. Дополнительное финансирование потребовалось в связи с увеличением числа семей, имеющих право на подобные выплаты. Также на принятое решение повлиял рост величины прожиточного минимума для детей в субъектах РФ. Такие меры помогут регионам с неблагоприятной демографической ситуацией выполнить свои обязательства по выплатам многодетным семьям. Учителя сельских школ на Вологодчине в скором времени смогут получать материальную поддержку даже после перехода на другое место работы. Такие изменения в закон о предоставлении единовременных выплат намерены внести депутаты законодательного собрания области. Этот вопрос, в числе прочих, был озвучен сегодня на коллегии регионального парламента. У меня обратился молодой учитель, у которого сложилась такая ситуация. Он закончил пединститут, пошел в сельскую школу работать, его призвали в армию. Он не успел оформить единовременное пособие. А после возвращения из армии, место было в этой школе занято, он поступил в другую школу на работу и потерял право по нашему закону. Мы теперь закон меняем и в данной ситуации учителя, которые отслужили в армии и вернулись, даже если вернулись не в свою школу, будут иметь право на единовременное пособие. Добавим, на выплату могут рассчитывать педагогические работники младше 30 лет, проживающие и работающие в сельской местности. Размер поддержки зависит от стажа. В первый год учителя получают 50 тысяч рублей, во второй 30 тысяч и в третий 20 тысяч рублей. Всего же на коллегии парламентарии обсудили больше полусотни вопросов, которые затем внесли в повестку предстоящей сессии ЗСО. Она пройдет 21 октября. Череповецкий молочный комбинат продали. Новым владельцем производственного комплекса стала Вологодская молочная компания. В этом сообщила пресс-служба губернатора области. Напомним, несколько лет назад комбинат оказался в тяжелой экономической ситуации, которая привела к банкротству. Тогда общая сумма задолженности предприятия составила почти 700 миллионов рублей. Следствие полагает, что прежнее руководство создало такую ситуацию умышленно. По решению арбитражного суда был назначен управляющий. Несмотря на сложности, задолженность по зарплате удалось ликвидировать. Все это время Череповецкий молочный комбинат не прекращал работу. Коллектив выступил против продажи предприятия по частям. Это условие было главным при продаже ЧМК с аукциона. Несмотря на то, что покупки предприятия интересовались как российские, так и зарубежные бизнесмены, продать комбинат сразу не удалось. По словам губернатора Олега Кувшинникова, с новым собственником есть договоренность о том, что все сотрудники молкомбината продолжат работу на предприятии. Кроме того, в ближайшее время глава региона намерен лично встретиться с владельцами Череповецкого молочного комбината и обсудить с ними планы по развитию и модернизации предприятия. В Череповецком районе может открыться новый туристический маршрут. Сегодня в деревне Сойвалова торжественно открыли памятный камень в честь Игоря Северянина. Следует заметить, что это уже третья мемориальная доска, посвященная великому поэту. Одна из них находится на бывшем здании реального училища, а вторая в литературном музее усадьбы Владимировка. Здесь мне явилась муза. Такие строки посвятил поэт своему пребыванию в Сойвале. Здесь, в усадьбе любимой тетушки, прошли лучшие годы Игоря Северянина. Всю жизнь поэт вспоминал Череповецкие края и увековечил их в своих стихах. В них звучат такие знакомые нам названия, как Шексна, Ягрба, Суда. В общем, я думаю, это будет привлекательное место и для горожан, и для гостей. Идея увековечить пребывание Северянина на Череповецкой земле запала в душу простой учительницы литературы Валентине Сумароковой. Инициативу подхватили местные власти. Нашлись спонсоры, привезли камень и тротуарную плитку. Проект воплощали в жизнь общими усилиями. Подключилось музейное объединение, табличку сделали. Мы со своей стороны тут выезжали с ребятами, с молодежным советом нашего поселения. Привели в порядок это место. Ну вот как-то так вот получилось, что памятник теперь, памятный камень открыт у нас, в деревне Сойловское. Без Владимировки и Сойволы не было бы поэта-северянина. И даже в эмиграции в Эстонии поэт вспоминал Череповецкий край. Шекснамая и Ягорба и Суда. Вас повидать опять. Моё желание, непобеждаемое, как весна. Поэтическая колыбель Игоря Северянина – это не только Сойвола, но и Владимировка, где находится музей Игоря Северянина. Сейчас не только старшее поколение интересуется творчеством Игоря Северянина, но также и молодое поколение интересуется его поэзами. Сегодня на открытии памятной доски собрались все неравнодушные к творчеству поэта от мала до велика. Маленькая девочка не знает, что её одну искал я в каждой, в каждой встречной, а нашёл однажды. Жители деревни планируют у памятника поэта устраивать литературные чтения, а местные школьники обещают содержать территорию в порядке и высадить здесь цветы. Евгений Макеевский, Елена Жеребцова, Дмитрий Махов. Новости. Зима близко. Первый снег выпал сегодня в Череповце. И к холодам все готовятся по-разному. Квартиры подали тепло, а работники усадьбы Гайских запаслись опилками. Контактный зоопарк готовится к зимовке. При этом ферма будет принимать гостей круглогодично. Подробности далее. Я свинка Пеппа. А это её жених Борис. Пора азиатских веслобрюхих поросят очень молодая. Борису почти год, а Пеппе всего три месяца. Для маленькой свинки это первая зимовка. Но переживать ей не стоит. Работники давно утеплили хлев опилками. Опилки служат хорошим утеплением. Они держат тепло. Животным, в принципе, достаточно. Так у них в всех подстилка в виде соломы и сена, что тоже даёт дополнительное тепло. Ну и животные, они сами теплоотдачу дают очень большую. Опилки служат хорошим утеплением. Они держат тепло. Животным, в принципе, достаточно. Так у них в всех подстилка в виде соломы и сена, что тоже даёт дополнительное тепло. Ну и животные, они сами теплоотдачу дают очень большую. Вместе с поросятами в одном доме живёт и коза. Олимпийская. В ближайшее время в весёлой ферме планируют построить и козлятник, потому что скоро мухи, так зовут козу, тоже привезут суженого. Во втором хлеву живут кролики, а по соседству куры. Несмотря на похолодание, жизнь тут идёт своим чередом. Скоро у нас зимний период. Опять же, определённая климатизация в наших условиях. Но хочу подчеркнуть то, что животные, которые здесь у нас присутствуют, они все адаптированы по нашим суровым северным условиям. А на улице Городецкой тоже появился стихийный контактный зоопарк. От частых дождей строительный котлован заполнился водой. И водоём облюбовали дикие утки-кряквы. Жители ближайших домов теперь ходят семьями к пруду и кормят птиц. Любопытные череповчане насчитали более 40 уток. Как известно из школьных учебников, утки-птицы перелётные. И по данным орнитологов, для пернатых этот пруд на Городецкой лишь промежуточный водоём перед дальним путешествием. А улетают утки на свои птичьи курорты в Испанию, Италию, Грецию, совсем как некоторые россияне. К слову, в Череповце сегодня падал первый снег. Вот такую картину мы наблюдали сегодня после полудня в индустриальном районе. Правда, снежинки практически сразу после приземления таяли. Но с появлением зимних осадков на улице значительно похолодало. Сегодня ночью синоптики обещают уже небольшой мороз. Так что горожанам, как и животным, пора утепляться. Виктория Пименова, Александр Шагищев, Сергей Павлов. Новости. Это были все новости. Дали прогноз погоды из заключительной серии комедий «Красавчик» и драмы «Забытая мелодия для флейты». Это всё, что мы успели рассказать к этому часу. Смотрите новости канала «12 завтра», как обычно, в 13.30 и 20.30. Также заходите на наш сайт 35media.ru. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»